уже прошла неделя как мы закончили посевную и наконец-то появилось время сделать небольшой объезд обзор посмотреть что уже зашло в каком состоянии сравнить с тем что раз было в прошлом году давайте сделаем такую небольшую поездку по нашим полям где у нас посеянной озимой культуры ну в том числе конечно заглянем и на покровные что-то посмотрим поехали быть или не быть вот в чем вопрос быть покровным культурам вы видите здесь посеяно смесь коктейли из трех компонентов это озимая покровной культуры это озимый рапс озимая рожь озимая вика и если яровые покровной культуры у нас не удались то здесь прекрасный покров мы видим и он не густой видно в нем есть и рапс и вика хорошо развелась и рожь она уже кустится и это еще не конец вегетации то есть на этом участке поля у нас покровным культурам быть тоже мы конечно здесь очень много геморроя это мы считаете провели полноценную посевную кампанию дизельное топливо время износ оборудования и так далее а здесь мы ничего не делали только обработка глипосатом да чисто как будто но здесь биота в почве ничего не получила и сверху ничего нету и вот как всегда только одинокие сорнячки уже выполняют роль покровных культур но проблема в том что здесь нет такой массы который мы видим здесь и так каким путем идти вот этим с покровными культурами или без них меньше работы меньше забот выбирать каждому из нас и все-таки если сравнивать без покровных культур с покровными культурами покровные культуры все-таки перевешивают а это стоит то что мы здесь сделали стоит того впереди будем наблюдать какое будет еще после действия на дальнейший процесс выращивания сельхозкультур но в любом случае это очень интересно мы приехали сейчас на поле где мы посеяли пшеницу по подсолнечку который выращивался по технологии клерал филд здесь был евролайтинг плюс и вот мы здесь остановили посев здесь мы хотим попробовать яровой ячмень посеять весной а здесь у нас зимая пшеница посеяна видите нормой 3 миллиона ускорядно вот получены сходы сходы достаточно равномерные влезет неплохо хорошо посмотреть очень глубина заделки видите так и получилось у нас как мы сеяли сантиметра 3 сейчас нет никакого инструмента в принципе при том что вы видите земля сверху сухая очень сухая но сеялка все-таки положила на влажное и мы четко получили всходы там же где я вот сейчас наблюдаю обработка почвы есть там люди даже прикатывают катки запускают для того чтобы соединить влагу у нас же сходы получились достаточно неплохие сначала хорошие но мы не спешим радоваться даже как в сельском хозяйстве не спеши радоваться тогда когда урожай уже в складе а если что-то идет не так не спеши огорчаться потому что все еще впереди поехали посмотрим другие поехали дальше мы на этом поле впервые посеяли пшеницу по подсольщику без работы мульчировщика и как я вижу все получилось сходы хорошие везде все прорезано не взял с собой лопатки посмотреть глубину и вот я увидел большое количество соломы у нас осталось еще с прошлого года и хотя уже давно не было осадка сверху все сухое здесь поглубже у нас есть влага хочу посмотреть на какую глубину мы посеяли ну так как мы сеяли 3-4 сантиметра так и получилось пшеница стартанула уже второй лист я вижу а в прошлом году мы получили в это время у нас сходов не было и до всходов нам оставалось еще ждать недели 3 поэтому старт хороший вот и падалица подсольщика появляется которая вместе ушла видите поле достаточно чистое есть покров хотя конечно здесь непонятно как солома пшеницы прошлогодняя будет влиять на заболевание пшеницы вот этого года хотя мы максимально защитили ее протравителями инсектицидом но будем смотреть целом начало хорошее давайте посмотрим что у нас еще есть интересно здесь предшественники было века на семена видите вот остатки вики соломы ну здесь даже немножко вики соляра 4 думаю 34 даже мне больше нравится когда она мельче посеяло вот смотрите вот это больше соответствует тому что хотелось вот три сантиметра больше бы я не хотел чтобы заглублять здесь мы посеяли 3 миллиона также но что получилось потом чуть попозже мы посчитаем видя они не загущены растения в рядку даже стоят на хороших таких расстояниях здесь можно даже сказать как все равно что ссылка точного высева и кто-то расставляла видите никто никакой они по два не стоят в общем сначала неплохое это же закрыта почва посмотреть и влага есть хотя дождя уже давно не было и мы уже так не против чтобы дождь пошел но и на все кто работает на земле когда посеют все не против чтобы дождь шел какая бы влага в почве не было потому что дождь он скрадует все какие-то огрехи какие-то недочеты при поселе видите уже и сорнячки стартуют вместе с пшеницей которые уже после посева выскочили нормально хорошо сидит пшеница держится отлично здесь развитие уже у нас пшеницы два листка для этого времени это хорошо потому что в прошлом году мы получили только в середине ноября всходы поэтому грех желаться сейчас мы приехали на поле где у нас посеян ячмень раньше мы всегда начинали посев с пшеницей но сейчас у нас другие приоритеты сначала пшеницу потом ячмень но тем не менее видите уже входы появились здесь предшественником на этом поле был лед видите он убран очесывающей жадкой здесь у нас также на этом поле широкорядный посев и заложены опыты широкорядный посев и узкорядный с посев ячменя вот здесь у нас опыт на котором мы сеяли полтора миллиона семян на гектар и если я сейчас стою на границе вот здесь полтора миллиона узкорядно здесь полтора миллиона широкорядно видите если посмотреть ряд довольно редковато выглядит если посмотрим здесь еще реже ну всходы только появляются всего один листочек мы видим уже хорошо просматривается вот здесь вот широкорядно на 38 сантиметров здесь вариант без удобрений и там и там я имею ввиду на старте а вот здесь узкорядно тут же нет стартовых удобрений и в этом году мы сделали полтора два и два с половиной миллиона без стартового удобрения фосфорного и потом полтора два два с половиной сульфат аммония сто килограммов на гектар и на линию посева так что когда у меня спрашивают а будете ли вы дальше сеять широкорядные посевы конечно же будем конечно же будем проверять широкорядные узкорядные потому что по одному году делать какие-то окончательные выводы очень сложно и этот год который был он был совершенно провальный для многих культур потому что влаги не хватило удобрения не сработали и большой разницы в широкорядных узкорядных посевах увидеть не удалось посмотрим что будет в следующем году это новая история новое начало и новое ожидание и я надеюсь и новый результат едем дальше вот это ряд посеянный на 38 видите тут даже немножечко как бы полтора миллиона ну как бы глубоковато смотрим глубину 2-3 сантиметра смотрим глубину еще раз вы видите посеяно неглубоко 2-3 сантиметра то что мы и хотели потому что сеять ячмень глубоко нет никакого смысла это глубже краневая система пошла только первый листок хоть мы и старались его посеять неглубоко а смотрю что и не сильно и мелко ну вот глубина посева наша сантиметра три получилось а хотелось два когда-то мы с густавом тисаном раз разговаривали о тонкости выращивания ячменя и он мне рассказал о секрете который он услышал от как бы старых земледельцев что ячмень нужно сеять как можно мельче чтобы он только видел солнце у нас даже получилось глубоковато хотелось бы вот так хотя бы было ну в то же время и традиционно и не глубоко начало хорошее старт уже сейчас второй листочек закладывается если посмотрим где мы сеяли уже ускоренно видите здесь уже чуть ли не как сеялка точного высева сеяла растрите почти нету чтоб подвоя видите как расставила ну традиционно это как будто бы редко да и смотрите как хорошо вцепилась семена это они обработаны еще не все взошло потому что вот я вижу некоторые только всходят поменьше ну пока все идет хорошо поехали поехали еще одно поле пшеница предшественник нут и это поле немножко нас заставило попереживать потому что мы здесь работали гербицидом мерлин и были большие сомнения о том не будет ли после действия на пшенице но слава богу все нормально пшеница зашла здесь у нас тоже куча опытов и туда и туда с узкими широкими рядами вот в частности с удобрением без удобрения на старте в частности здесь посеяно ускорядный посев и без удобрений на старте вот если посмотреть но здесь та ситуация где поле даже не похожа на наутильная на этой части поля я уже показывал у нас в прошлом году сгорела стерня и вот мы часто прикладываем громадные усилия чтобы оставить покровные остатки на поверхности чтобы посеять покровные культуры чтобы сделать хорошо для почвы для биоты которые но мы забываем часто об окружающем мире который нас окружает и часто этот мир тоже влияет тем что неожиданно я знаю не только у меня а и у моих коллег загорается стерня или для многих проблема большая я думаю может кто-то поделится как он решает это выпас скота когда люди которые пасут скот считают что если поле не обработано значит можно пасти здесь нет никаких проблем и так далее и часто на этой почве тоже возникают у наутильщиков большие конфликты и вот видите много было работы а за буквально за несколько минут она была вся эта работа сведена на нет и сегодня мы находимся на поле на котором как будто бы ничего и не росло да только редкие остатки нута и мы начинаем весь процесс накопления почвенных остатков сначала если мы потом позже пройдем на ту часть поля где солома осталась где мы сумели отдисковать ее то там ситуация другая поэтому когда вы начинаете думать о почве будьте готовы и к таким нелегким испытаниям идемте посмотрим как выглядит широкорядное посево здесь уже полтора миллиона только посеяно широкорядно и вот граница 2 миллиона широкорядно визуально почти незаметно разница но единственное что я вижу что в ряду растений больше гуще хотя тоже редко выглядит чем когда узкорядно и если посмотреть туда в конец то видно что вариантов еще очень много сейчас я даже не буду на них останавливаться придет время и я расскажу более подробно что у нас здесь сделано ну здесь у нас есть в этом году полтора два три четыре миллиона широкорядно то есть эту работу которую мы начали два года назад мы продолжаем несмотря ни на что поэтому я думаю новый год новые надежды и новые результаты поехали надо сказать что поля у нас разные и сходы выглядят по-разному видите вот где каменистые поля где вот столько камней и растение чувствуется что почва не держит влагу так как на более плодородных землях и растение видите оно растет среди камней земля сухая и вот развивается оно чувствуется в стрессе таком если там четко два листа мы видели тут только он наклевывается видите какой лист узкий так что пулю-пулю рознь вот здесь тоже интересная пуля помните когда-то я показывал опыты где мы после геолайтинга делали сравнение как будет действовать он на яровой ячмень на нут и на горох и вот мы не сеем обычно по стерневым культурам стерневые но в этом году мы посеяли и вот видите как выглядит после нута гороха что самое интересное после гороха у нас почему-то больше всего сорняков на поле получается вот и на этом поле курая очень много ну вот смотрите так были расходы по нуту и вот сразу же по яровому ячменю мне кажется они немножко отличаются и это посмотреть на все поле вот так позднее остатков конечно тут больше но результат конечно под большим вопросом но мы вынуждены были так посеять для того чтобы объединить все поле и на нем росла одна культура потому что мы от экспериментов уже переходим к использованию поля целиком поэтому здесь не самая лучшая у нас ситуация вот и сорнячок здесь присутствует хотя мы здесь также работали глифосатом но справиться может из-за того что у нас низкие нормы его потому что мы работаем глифосатом только полтора литра видите видно что растение в стрессе но оно не убито ну я не ставлю задачу сжечь чтобы тут стояло такое знаете все высохшее моя задача уменьшить конкуренцию вот растение есть оно живое оно не умерло но оно уже не составит конкуренции пшеницы вот и такие поля у нас есть здесь с влагой я вижу похуже дело стоит потому что видно на развитии растения ну что ж на этом поле я заканчиваю объезд обзор наших озимых культур вы видите поля очень разные предшественники разные и состояние всходов разное но в целом я считаю что ситуация складывается лучше чем в прошлом году поэтому мы полны надежд на хороший результат а впереди у нас еще много много работы некрасивое поле да чезаря оно мне самому не очень нравится ну не может быть все быть красивым не везде все получается как хочется просто удивительно даже горох зашел можно считать как покровная культура но иногда ошибки нас учат большему поэтому я показал все что у нас есть и то что получилось и то что не получилось а каждый из нас в своей деятельности именно на ошибках учится как делать чтобы все получалось поэтому а еще самый классный высший пилотаж учиться на чужих ошибках поэтому ребята наблюдайте анализируйте сравнивайте и становитесь сильнее умнее удачливее до новых встреч